Святого Серафима Саровского почитают как чудотворца, целителя и пророка. При рождении он получил имя Прохор, его мать была известна как женщина, глубоко переживающая чужие горести, несобственное счастье. Она помогала бедным, отдавая свое последнее нуждающимся, ее душа страдала от несправедливости. Она защищала обиженных и молилась искренне, не для того, чтобы привлечь внимание, а искренне-искренне. Однако Бог увидел чистоту ее души и выбрал именно эту женщину матерью будущего великого человека в православной истории. У Прохора начали происходить удивительные вещи еще в его детстве. Однажды, вместе с матерью, они осматривали Сергиевскую церковь и попали на недостроенную колокольню. Дойдя до самого верха, Прохор перекинулся через перила, чтобы взглянуть вниз, и случайно упал. Высота была колоссальной, и шансы на выживание были почти нулевыми. Мальчик упал на землю, а его мать, Агафия, в ужасе сбежала с колокольни, плача произошедшим. Однако случилось невероятное. Внизу мальчик встал на ноги живой и невредимый, словно ничего не произошло. Агафия была вне себя от радости, плакала и благодарила Бога за то, что сын остался жив и невредим. Именно тогда она осознала, что мальчик охраняется особым божественным предопределением. Через три года, будучи десятилетним, Прохор внезапно тяжело заболел, что казалось странным, учитывая его крепкое здоровье. Неизвестное заболевание настолько ослабило его, что все ожидали худшего. Мальчик, находясь на грани жизни и смерти, вдруг увидел Пресвятую Богородицу, которая обещала прийти к нему и излечить его от болезни. Вскоре после этого по городу Курску прошел крестный ход с чудотворной иконой Пресвятой Богородицы. И это произошло прямо по улице, где жили Прохор с его матерью. В тот день шел сильный ливень, и крестный ход повернул, направившись прямо через двор Агафии, где лежал обессиленный мальчик. Мать, увидев происходящее, вынесла больного сына во двор, и в этот момент Прохор стал постепенно выздоравливать. Подобные чудеса случаются в мире и сейчас, что-то особенное, что часто нарушает физические законы, становится частью жизни каждого из нас. Многие просто не замечают это. В возрасте 17 лет юноша окончательно решил посвятить всю свою жизнь служению Богу. Он обратился к матери за советом, и она, радуясь, благословила его медным крестом на все дни своей жизни. Серафим Саровский носил этот крест весь свой монашеский путь, который был нелегким с утра до вечера он исполнял молитвенный подвиг, выполнял посушание, учился смирению тела и духа. Однажды, так же внезапно, как и в детстве, Серафим заболел. Весь его организм опух и надежда на спасение практически угасла. Исповеди и чистки начались, готовясь к худшему. Но когда предложили пригласить врача, Серафим отказался, объясняя, «Я отдаю себя в руки Иисуса Христа, единственного истинного врача души и тела. Ему одному решать, жить мне или умирать. Старец Иосиф услышал его мольбу, и я служила здравию больного, проводя всеночные бдения и литургию». В ту ночь у святого Серафима посетило видение он увидел Пресвятую Деву Марию, окруженную ослепительным светом, и рядом с ней апостолов Петра и Иоанна Богослова. Серафим сразу узнал их. Мария указала на него и сказала, «Смотрите на этого нашего потомка». Затем она приблизилась, положила правую руку на его голову, а влево держала нечто похожее на жезл. Коснувшись его правого бедра, видение исчезло. На следующий день вокруг кровати Серафима была вода, и вся кровать была промокшей. На его бедре было также много воды, именно там, где коснулась Святая Мария. Обнаружилось углубление, из которого продолжала стекать жидкость на теле Серафима Саровского. Открылась большая рана, которая со временем зажила, очень напоминающая описание стигматов, внезапно появляющихся на святых с особым уровнем веры. Стигматы обычно располагаются на местах ран, подобных ранам Иисуса, как это было у кадра и пиа. Ролик о них также есть на нашем канале, ссылка на него есть в описании видео. Эта болезнь укрепила веру Серафима Саровского. Теперь он был окончательно убежден, что жизнь и сознание никогда не прекращаются, а дух вечен, лишь тело является нашим временным жилищем. Он считал, что сознание даже не заметит своего ухода из материального мира, ведь это всего лишь следующий этап развития духа. С тех пор отец Серафим выбрал жизнь в уединении. Он перебрался в пустую келью и постоянно подвергал себя тяжестям однообразной одежде, тяжелым крестам и железному поясу. Зимой он часто переносил холод в нетопленной келье. В первое время он питался лишь черствым хлебом, который брал с собой на неделю вперед. Большую часть того, что доставалось ему в обители, он отдавал птицам и животным. Летом на трапе обители появлялись насекомые, от укусов которых на теле монаха появлялись язвы, но Серафим стойко переносил это все. В течение первой недели великого поста он совсем не ел до причащения в субботу. Великий старец был носителем тайн. Его глубокие знания о временах от сотворения мира до настоящего были тесно связаны с писаниями и богооткровениями. Он знал о будущем нашего времени и о противостоянии добра и зла, которое ждет народы в истории 21 века. Эти знания были открыты святому задолго до наступления этих времен. Отец Серафим рассказывал, что за время своей одиночной жизни в келье видел такое, что никто не видел. Его посещали искушения и ужасы, с которыми многие не могут смириться или поверить. Святой открывал перед своими глазами мир той стороны, точно зная, что мир духов существует параллельно с нашим. Он утверждал, что каждый духовный помысел и мысль человека доступны дьяволу для восприятия. Серафим говорил, будто каждый из нас стоит перед судом добра и зла, и цель сущности зла была удалить монаха из пустыни. Однажды, бедному старцу Серафиму требовали деньги за дрова на палитру, а люди начали избивать его. Серафим был силен, но не защищался, даже выбросил топор и скрестил руки на груди, сказав, делайте, что вам велено, у меня ничего нет. Нападавшие жестоко избили его топором по голове, после чего тащили по грязи, избивали, выбивали зубы и сломали ребра. По завершении нападения они убежали, не найдя в келье ничего ценного. Но Серафим, вопреки всему, выжил. В будущем он еще не раз подвергался нападениям и физическим расправам, порой без видимой причины в лесу, на полях, даже в собственной келье, где не было ни души. Он рассказывал о появлении разбойников душегубов, призванных злом, чтобы сломить его веру. Отца Серафима убеждали, что теми людьми управляют духи зла, они стоят за многими беззакониями на планете, стремясь исчезнуть народы, которые хранят божественное сознание. Эти силы зла стремятся уничтожить то, что является оберегом божественной связи с миром. Как описывались предсказания преподобного Серафима, многочисленные духовные и физические страдания, пережитые им, сегодня стали частью его легендарной иконы, где изображен сгорбленом. Этот горб стал символом победы святого над дьяволом, который так и не смог одержать верх над его духом. Серафим Саровский был одним из признанных прозорливцев, которые обладали уникальной способностью словом и молитвой исцелять людей и видеть события будущего, словно они уже произошли. Его мудрые слова и наставления потрясали даже монахов, сетавших их чудом, дарованным только Всевышним. Точность его предсказаний о прошлом и будущем, особенно в истории России времен Романовых, была отмечена в различных источниках, включая летописи Серафима Дивеевского монастыря и известную книгу Н. А. Мотовилова, Великое в Малом. Эти записи содержат детальные пророчества святого о судьбе России. Собеседником преподобного Серафима Саровского был многолетний учитель-основателя Дивеевского монастыря. Святой точно предсказал конец царской династии и события, которые последовали в истории России и мира. Его записи в подробностях описывают будущее, которое сейчас уже стало частью нашего времени. Эти пророчества являются частью наследия Серафима Саровского о наших современных временах. Россия предстала перед святым в ореоле величественного дыма, образуя своего рода купол, тканый из молитв великих русских святых тех, кто уже пришел в этот мир, и тех, кто еще предстоит. Старец Серафим видел, как Россия осталась одинокой, но покрытая этим святым покрывалом из дыма. Этот образ являлся знаком того, что великие перемены в мире начнутся тогда, когда Россия окажется совершенно одинока. Святой Серафим видел это как испытание для своей родины и три дня и ночи молился, чтобы отвести от нее беды. Однако Бог отказал ему, и он понял, что это испытание необходимо для последующего развития событий. Это история, через которую Россия придется пройти в любом случае, так как без нее невозможно будет двигаться дальше. Серафим видел время, когда христиане будут сталкиваться друг с другом, брат с братом, отец с сыном. Это будет способом отлучения от христианской веры, пророчества о том, какие события произойдут в битве им сами с собой. Он увидел землю на карте, где Россия выделялась, возвышаясь над другими государствами. Тогда он сказал слова о начале времен, когда Россия, вознесшись над всем миром, останется единственной, которую Бог защитит и сохранит. В предсказании Серафима Саровского видится миссия для России стать центром единения и правления над миром. Два года назад автор прокомментировал это пророчество в контексте современного мира, где демократия и свобода являются ключевыми ценностями. На первый взгляд, идея объединения множества отдельных территорий и стран под властью России может показаться странной. Однако в наши дни мы видим начало исполнения этого пророчества, где стремление исключить Россию из мирового сообщества преследует цели, не осознавая полностью последствий. Это действие западных стран инициирует процесс становления России великой силой в истории мира. Хотя многие могут подумать, что Россию оставляют за правду и справедливость, наступают времена, когда она может почувствовать, что ее предают и тянут вниз. Однако история России состоит не только из моментов подъема, но и из глубоких падений, которые делают ее нации сильнее. Согласно пророчествам Серафима Саровского, наступит момент, когда Россия будет испытывать предательство со стороны тех, кого считала друзьями и партнерами. В это трудное время, когда великая держава будет одинока и покинута миром, Богородица возьмет Россию под свое крыло. Настанет время, когда Российская империя возродится в новом свете, став объектом жажды и стремления. Эту будущую империю увековечили прозорливые инициативы, и уже невозможно удержать ее восхождение. Слова Святой Матроны предвещали, что каждый будет мечтать о вхождении в эту страну, подобно предсказаниям отца Серафима. В начале части земли будут объединяться с Россией, начиная с близлежащих территорий, и впоследствии охватят и другие. Не ясно, что именно это подразумевает, но будет ли Российская империя столь велика, чтобы глобализация сопровождалась процветанием духа. В своем предсказании святой Серафим намекал на период перманентной перемены, о котором лишь он упоминал. Однажды его спросили о судьбе Турции в конце времен, и его ответ намекал на нечто большее, чем просто смену циклов. Серафим Саровский предвидел, что Россия сольется с множеством земель и славянских племен, пред которыми будут трепетать все народы. Предвидение Серафима Саровского настраивает на восхищение. Перед нами возможность увидеть становление Всероссийского царства, когда почти все из Турции перейдет во власть России. Это начало Великой Эры перемен, во время которой ждут великолепные события для страны и мира. По пророчествам, наступает эпоха чудес и божественного присутствия на земле, новое время, новый цикл, в котором скоро справедливость возьмет верховье. Пророчества Серафима описывают исторический путь России и время, когда ненависть будет побеждена и все славянские народы объединятся в крепкую семью. Верите ли вы в такое будущее? Есть ли у вас своя версия того, что произойдет дальше?